А зачем им паспорт в школе? Потому что сейчас они даже контрольные работы пишут. Им нужен СНИЛС и паспорт. Чего? Вот я тебе говорю. Паспорт Российской Федерации абсолютно не соответствует законодательству РФ по оформлению паспорта. Как минимум 21 нарушение. Но при этом он полностью соответствует понятию Вексель. И вот вспомнила тебя. То есть я увидела на себе. Я вам что, сказки что ли рассказываю? У меня ребенок научился писать без оборота на меня. Она просто офигела. Что такое паспорт? Имеет все признаки Векселя. Это долговая расписка. Деньги это Вексель. Паспорт это Вексель. Свидетельство о рождении это Вексель. Ключевое слово долг. Почему они у нас у всех поднимали все права и свободы? Кто такой раб вообще? Накладывает долг на весь род. Вот такую бумажку под названием паспорт выдам. И напишу, что ты именно мне должен. И все. Так они весь мир превратили в рабов. Почему такая колоссальная реакция? Сразу отвечают. Мгновенно. А принадлежит им на каком основании? Да на основании долгов. У них есть только вот эти долговые расписки. Холоп рад должника за одно и то же. Ни хрена тебе. Холоп на меня. Долги это ЧП просто мирового масштаба. Реакция мгновенная. Поэтому они все это боятся. Не то что должностных лиц снимают. Целые отделы расформировывают под увольнение. Эти долги на меня не возвращаются. Говорю без оборота на меня. Как должнику относишься? Да никак. Ты мне должен еще и заткнись. Мелко, но написано. Место рождения получается паспорта. Паспорт родился. То перевод получишь. Долговая расписка. Они должника из него хотят сделать. Они даже новорожденным уже хотят смелси выдавать. А потом что будут? Каждый сперматозоид регистрирует? А как это сделать? Будут чипы встраивать. По некоторой информации мы уже так живем. Сына встраивает же жидкие чипы. Или ты увольняешься, или ты ставишь прививку. Она встраивается в ДНК. Она весь в твой род. Они это все регистрируют. А потом принадлежит нам. Отчисляйте пеню. Пожизненно. Либо ты раб, либо вон туда. У тебя не будет выбора. Конечная цель для того, чтобы всем живить чип. А в каком виде этот чип будет, они не сказали. Есть о чем подумать. Алло, Антон, привет. Привет. Можешь поговорить пару минуточек по поводу паспорта? Слушаю. Я, в принципе, уже написала, что мне нужно получить паспорт ребенку в 14 лет. Ты мне сказала, позвони мне завтра. Угу. В чем вопрос тогда? Трудности? Ну, трудности в том, что они не выдают его, этот паспорт, как живому человеку. То есть у них идет все по сценарию, как обычно они выдают, и все. Поэтому я и хотела спросить, есть ли у тебя информация, как его получить правильно? Именно, может быть, форму заполнить правильно? Просто эту информацию я чуть нигде не могу найти. Ну, как нигде? Я не знаю, как правильно. Я показываю разные варианты решать самим. Ну, вот именно в 14 лет первый паспорт. Как получить по утере, как бы, это один вопрос. А именно вот, когда первый раз ребенок приходит получать паспорт, они там надавливают на него, и даже ничего родителям не дают сказать. В смысле не дают? Ну, говорят, что, типа, ребенок самостоятельный, пусть пишет сам, пусть заполняет все сам, как бы вы стойте и молчите. Чушь, пока он не получил эту бумажку, он не самостоятельный. Ну, вот я про это и говорю. Поэтому я и говорю. Где тогда мне посмотреть? У тебя есть на канале, например? Я вот не нашла, я пересмотрела практически все ролики, я не могу найти. Чего найти? Найти информацию, как правильно ребенку получить вот этот паспорт. Да я же тебе говорю, я не знаю, как правильно, нету правильного варианта. Есть разные варианты. Кто-то ставит роспись, кто-то не ставит, кто-то черный, кто-то фиолетовый, кто-то заполняет форму 1П, кто-то не заполняет, кто-то вообще не расписывается. И т.д. и т.п. Там вариантов множество. Ну, в общем, пробовать. Ну, что значит пробовать? Ты что, хочешь 500 раз бумажку получить? Так нет, нет, конечно. Я поэтому, мы еще туда и не ходили, поэтому я, прежде чем идти туда, я максимально информацию получаю от всех, от всего. Ну, неужели ты видео не видел? Много народу мне рассказывало. Даже в прямых эфирах и показывали, и рассказывали, чего они пишут в этом. И в комментариях, в видео пишут. Я комментарии, может, не все прочитала, конечно. Ну, ясно, ладно, тогда поняла, буду дальше изучать. Ладно, тогда. Смотри, главные моменты, насколько я помню, как народ говорит. Ключевые фразы самые главные. Без оборота на меня, сохраняя за собой все права, в том числе имущественные. Ну, это где 18 пункт, да? Ну, вот, кстати, паспорт под принуждением, посмотри. Вот там женщина рассказывает, как она... А, нет. Ну, на твоем канале, да? Я видела, когда она получила паспорт, но не посмотрела продолжение. Подожди, не пулемет. Дай вспомню, как видео называется. С женщиной какой-то разговаривала. Она сказала, сохраняя за собой все права. Да, то ли я снимал об этом видео, то ли не снимал, я уже не помню. Да, я поняла, у тебя есть много, я видела это видео, я поняла, я сейчас все раз пересмотрел. Почитаю комментарии, там, что написали. Так, что еще они там пишут? Кто-то ставит... Сейчас, подожди, соображу. Ну, вообще, там нужно очень много чего прописывать, понимаешь? Там и без акцепта, без оборота на меня, без ущерба. Там кто-то ЮСЦ пишет. Иду я и советую ЮСЦ писать потом. Не советуешь? Нет, а зачем ссылаться на какие-то законы, которых ты... Смысл тебе не ясен. Надо просто использовать ключевые фразы, которые не отсылают к другим законам. Кто-то фиолетовой ручкой прочерк ставит. Там, понимаешь, две стадии. Форма 1П сначала. Там три или четыре строчки. Там много чего можно написать, если мелким шрифтом писать. Ты прям напиши процедуру, распиши по пунктам, чтобы у тебя инструкция была перед глазами, своя собственная. Первое, там, перед входом включить аудио и видео. Второе, и т.д., и т.п., и там все этапы продумай прям досконально. Когда будешь идти, у тебя прям эта инструкция перед собой, перед глазами, и ты прям ручкой там первый пункт сделала, вычеркнул. Все. Ну, например, многие забывают форму 1П сфоткать и это. Ну да, это я помню. Помнят-то все. Все помнят. Понятно. А ни аудио, ни видео ни у кого нет. Даже фото нет. Ну что, что вы что-то говорите. Я же сам иногда все что-то забываю. Прям продумываю досконально все в голове. Иду, а что-нибудь, что-нибудь, да забуду какой-нибудь пунктик. Поэтому вот я говорю на бумажке. Ну да, у меня уже, конечно, есть информация, но я уже это, меня уже трясет, честно говоря. Надо уже просто пойти, потому что ничего не даю сделать без паспорта. А что тебя трясет? От чего? Ну, потому что я насмотрелась, как они это все получают. Даже некоторые лицу вызывают, что как бы там начинают придумывать без акцепта, что вот тут красной пастой написали, красной ручкой. Я понимаю, что как бы может быть по-всякому развернуться наш поход туда. Поэтому я из-за этого переживала. А я смотрю, как ты будешь разговаривать. Ну да. Ну для меня это тема впервые. Как бы я сейчас только-только начала правильно подписывать свои всякие бумажки. Вот у нас недавно случай был. Ребенка забрали, короче, позвонили с полиции, сказали забирать своего ребенка. 14 лет. В принципе, он ничего такого не сделал, как я потом выяснила. Ну ребята гуляли, замерзли, зашли в подъезд погреться. Был открыт чердак. Они зашли на чердак и тут же вызвали соседей полицию. Полиция быстренько приехала, а они уже сели в подъезд. Они как бы выглянули туда и сидят дальше греются. Ну и тут же всех приняли, в общем, начали там протоколы составлять. Мне ребенок тут же звонит. Я говорю, так, никуда не едь. Говорю, я сейчас быстро приеду. Ну начинаю приезжать. И я первый раз столкнулась вот с этими протоколами. И вот вспомнила тебя, всех вот этих вот, да, кого я смотрела, слушала. И попыталась правильно заполнить вот эти все протокольные вещи. И я офигела, какая реакция была у сотрудницы. Она была в погонах, ну какая-то там тетка, какую-то должность занимает. И я вот это пишу без ущерба, без оборота. Я говорю, поворачиваю на оборотную страницу, начинаю, ну как бы зачеркнуть. Она у меня вырывает, что вы делаете. Не трогайте. Я говорю, почему все за меня написали? Я говорю, я сама все напишу. Ну то есть я увидела на себе, как работает эта вся система. И что мальчишки молодые, которые полицейские, они просто вот, ну, доставили. Они ничего не понимают. А она-то в теме. И я вот первый раз на себе... Алло. Алло, это что-то мне нечились на этом телефоне. Ну так вот. Я на чем остановилась там? Что-то там услышал последнее. Подожди, дай мне вопрос. Ты научись это, паузы делать, чтобы я успевал вопросы задавать по ходу. А то ты включила этот... Онлайн режим, я поняла. Да какой онлайн? Это у тебя не онлайн, но это у тебя этот, пулемет Гатлинга. Завелся и не останавливается. Где и когда это было? Да это вот недавно было. Может быть, недели две назад. Здесь, в Куркуте у нас. Да подожди, а что ты удивилась-то? Я тебе что, я вам что, сказки что ли рассказываю? Ты же видела все мои видео. Я видела. Я про то, что когда это касается конкретно тебя и твоей жизни, понимаешь, вот здесь понятно, что ты и забудешь все, и начинаешь переживать. Но я говорю, что я увидела, как это работает. Потому что я попыталась, я в принципе и сделала, и сфотографировала. Хотя она мне не разрешала ни черкать, ни писать, ни... У меня ребенок научился писать вот это вот без оборота на меня, вот это вот F-by, вот это вот все. И она просто офигела. И она говорит, не надо больше мне ничего писать. Психанула вот так вот. Где это было? Отдел полиции какой? Третий, по-моему, они сказали. По-моему, третий. Я сфотографировала, конечно, но... Стой, стой, стой. Ты куда ездила? Вы где находились? Вы протокол где на нас составляли? Это на месте было, прямо в подъезде, где вызывали полицию соседей. У тебя копию получила в писанном виде? Нет. Сфоткала? Я расписку сфотографировала, которую я полиции написала. Меня... Что я забираю ребенка. Стой, стой. Я про расписку не спрашивал. Внимательно слушай вопрос. Ты сфоткала протокол? Нет, протокол не сфоткала. Фамилию вспомни этой женщины. Я, блин, не помню. Ну, надо посмотреть, может быть, я в этом, в расписке там что-то указано. В документах должна быть где-то ее фамилия. В протоколе она точно была? В протоколе, да. А почему ты не истребовала копию протокола? Ну, потому что это все на коленках в подъезде писалось. И я, конечно... Какая разница, сфоткать и вообще даже фоткать не надо. А обязанным копию выдать? Ну, это был первый раз мой такой. Поэтому, конечно, я не все сделала правильно. Учусь. Стой. Ты сейчас свои эмоции оставь, знаешь, вон это, в долгий ящик отложи. Я тебя сейчас не гноблю и не виню ни в чем. Но я тебе даю опыт, я тебе задаю вопросы, которые ты должна в следующий раз сама себе задать. Мотай, как говорится, на ус и направь свое лучшее внимание на будущее, на будущую ситуацию. Как действовать в дальнейшем? Не надо ни себя, ни меня, ни кого-то еще, ни сына, ни ее, никого гнобить и не переживать за прошлое. Наоборот, направь свое лучшее внимание в будущее. Как действовать в дальнейшем? Обязательно всегда нужно копию требовать. Именно в писанном виде они обязаны предоставить. В крайнем случае сфоткать. В крайнем случае себе на бумажку выписать номер протокола и фамилию, кто расписался. Ясно? Да, ясно. Так, как она выглядела? Молодая, старая? Молодая, красивая, длинные волосы, русые, прям такая, невысокого роста. Так, сейчас я ее назову Дарья, а вот фамилию не помню. Но на видео она у меня есть, я тебе могу прискладывать. Но если, я узнаю. Она правда там, а нет, она один раз без маски приехала. Маленькая такая, да? Да, она маленькая такая, прям молодая. Все, все, точно знаю ее. Короче, я когда в приют приезжал, она тоже приезжала, знаю ее. Так. Вот, ты можешь прийти и сказать, мне в отдел полиции номер 3. на это, прям заранее написать заявление. Ты можешь, во-первых, пожалуйста, в прокуратуру на нее, что она не предоставила копию. Во-вторых, написать в отдел полиции, что я хочу ознакомиться с материалами дела, и что мне предоставили копию протокола. И то же самое, то же самое жалоба на имя Кондрашова, начальника отдела полиции, на эту Дарью. И когда ты напишешь в разделение на ознакомление с материалом дела, через 3 дня просто приходишь в отдел полиции, трясешь этой бумажкой, что вот тогда ты отправляла, там или почту, или через интернет-приемную, или им лично сходила, под штемпель отдала. Вот через 3 дня приходишь, трясешься этой бумажкой и говоришь, я хочу ознакомиться с материалом дела, ознакомлюйте. Не ознакомите, составлю акт об отказе в ознакомлении с материалом дела. И это так пойдет в Колокольцеву и в МВД, и в прокуратуру. Ясно? Схема действия. Так, что еще? Расскажи мне, почему ты вот хочешь своему ребенку, чтобы он получил паспорт? Во-первых, он недееспособный, решение за него ты принимаешь. По законам РФ он недееспособный, он не может сам принять решение. Ты его опекун, и ты можешь это решить за него. Почему? Вот я тебя спрашиваю, почему ты хочешь получить паспорт за него? Так я не хочу получить паспорт. Просто давление идет везде. Это ясно. Ну, я неправильно задал. Это ясно, что ты не хочешь. Причины, по которым тебя заставляют. Кто заставляет? Когда? Где? В чем? Потому что они говорят, что ребенку исполнилось 14 лет, и он обязан получить паспорт. И все, они никто ничего больше не объясняют. Билеты нам не продают. Хотя у меня есть даже загранпаспорт, который может удостоверить личность. Но нам сказали, нам нужен паспорт Российской Федерации, ему 14 лет. И я уже устала письменно. Я говорю, объясните письменно, на что вы ссылаетесь, что он обязан получить. Но они говорят, что обязан в 14 лет получить ребенок паспорт. Стой. Я тебе конкретный вопрос задал. Кто, где, когда? Ты мне начинаешь говорить в общем. Все они, 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 они. Ну, конечно. В школе, например, классный руководитель. Ее напрягает директор. Директора не знаю, кто напрягает. А зачем им паспорт в школе? А, потому что сейчас они даже контрольные работы пишут. Им нужен СНИЛС и паспорт. Вот это вот бред, конечно. Чего? Вот, я тебе говорю. Ты не в курсе еще? Я же тут родительский комитет. Я тут воюю с ними еще и там. Поэтому у меня вообще войнушки везде. Да, сейчас. А вот плохо, что у тебя войнушки. У тебя должны быть уроки везде. Ну, я так образно сказала, что войнушки. Я, конечно, учусь. Стой, стой. Каждое слово имеет значение. Ты мало того, что сказал так. Ты, чтобы сказать это слово, ты сначала подумала так. А прежде чем подумать так, у тебя такое ощущение возникло, что ты с ними воюешь. То есть ты, у тебя в душе идет война где-то там, в каком-то месте. Вот у тебя сейчас оттуда пришли ощущения, что идет война. Потом ты сформулировал, у тебя бы возникла мысль, что идет война. А потом ты сказала, идет война. Подумай об этом на досуге. Каждый пол имеет значение. Надо фильтровать свои мысли, чтобы такие ощущения не возникали. Так, подожди. Так, и что? Что, что? Контрольная по паспорту? У них есть контрольные там ВПР всякие, да? Восьмой класс, девятый. И им нужно отправлять сведения с НИЛС и паспортные данные. Вот такой маразм у нас в школах сейчас происходит. И не только в нашей, везде. Во всех. Потом он у меня спортсмен. Стой, стой. Ты понимаешь, вот ты посмотрела мои видео, ты понимаешь, зачем им эти данные? Я понимаю, зачем. Зачем? Так они бегом хотят еще одного человечка сделать неживым и пользоваться всеми его ресурсами и благами. Я же понимаю прекрасно. Нет, неправильно понимаешь. Неправильно? Нет. Еще мысли, идеи. Записать в неживые? Ну, как вариант, конечно, в том числе, да. Еще варианты? Ну, не знаю больше вариантов. Пока это у меня такие глобальные два варианта. Есть одно простое слово. Что такое паспорт? Ну, порт как-то он там расшифровывается. Короче, мучить тебя не буду и себя тоже. Да, не мучай. Ну, вот я слышу, что ты мучаешься, но мне просто нужно выяснить, хорошо ли ты смотрела мои видео. Потому что если бы ты хотя бы последний на тему посмотрела, ты бы уяснил, что паспорт имеет все признаки векселя. А, ну, конечно, видела, да. Это долговая расписка. Так, ты мне скажи, ты мне дашь в конце разговор разрешение на размещение для всех, с учетом вырезания всех имен, фамилий и т.д. и т.п.? Вот, а мы же сейчас толком-то и ничего такого не обсуждали. Ну, в самом начале ты сказала, как тебя зовут и какая фамилия. А, ну, вырезай. Ну, вот это не надо, да? Ну, конечно, я же тебе сказал, я все сделаю анонимно. Я тебе в целом про весь разговор спрашиваю. Можно разместить? Да, можно. Вот, тогда я тебе поясню очень много информации, которую еще никто не слышал. Ну, по крайней мере, я ни от кого не слышал этой информации. А мне очень много информации скидывают. Давай по порядку. Что такое паспорт? Алло. Ты меня спрашиваешь? Нет, ты же сказал, не будешь меня мучить. Вексель? Я поняла. А, ну вот. Я же тебе сказал, что вексель. Ты даже сейчас не можешь сказать, что это вексель. Вексель, вексель, да, это, конечно, вексель. Ну, вот. А раз это вексель, а что такое вексель? Вексель, это, ну, элементарно, вот у меня понемножку складывается пазл. Вексель, это, по сути, долговая расписка только эта, такая, с множеством дополнительных параметров. Что такое долговая расписка? Это вот когда, ну, элементарно возьмем, берешь любую, вот один человек занял у другого и пишет ему расписку. Я такой-то, такой-то, обязуюсь такой-то, такой-то срок вернуть такую-то сумму. Все, дата, роспись. И когда он эту расписку отдает другому человеку, он, получается, становится его должником. И тот, на основании вот этой вот расписки, может, там, это, от него требовать определенную сумму к определенному сроку. Вот. А вексель, ну, он там имеет дополнительные параметры. Это нужно, это вот вексельное право поизучать. Мы вот его сейчас изучаем, и чем больше мы его изучаем, тем больше мы приходим к выводу, что вообще нету никаких ценных бумаг, кроме векселей. То есть деньги – это вексель, паспорт – это вексель, свидетельство о рождении – это вексель. Все-все-все является векселями, то есть долговыми расписками. Ключевое слово – долг. Соответственно, у меня вот раньше этот, все этот вопрос, почему у одних паспорта к срокам указаны, а у других с большой буквы, а потом маленькими. Ну, то есть вот этот статус, капитум деминутия – это максимально ограничено в правах и свободах, и этот, медиум деминутия. У меня как раз такой паспорт. Какой? А помнишь, ты смотрел еще, говорю, что я первый раз такую вижу, когда первые заглавные буквы, а все остальное маленькими. И напечатаны, да? Да. Вот именно напечатаны, я впервые тогда видел. Да. Так, а я видел именно то, что рукописно написано с большой, а потом маленький. Так вот, и еще меня мучил вопрос, почему они у нас у всех поотнимали все права и свободы. То есть приходишь в так называемый суд, а там к тебе относятся как к вещи натуральной. Как будто ты в это, ну как тебе сказать, как будто они тебя из кармана достали и начинают сморкаться туда, как платок, понимаешь? Ну вообще, без пардонной вообще никакой отношения. Даже ничего элементарного человеческого нет. А когда я начал изучать личное право, до меня дошло, что как раз вот этот статус, капслоком, когда написано в паспорте, он гласит о том, что, как тебе сказать, ну не знаю как, данный человек, он по сути, вот по римскому праву, он ограничен в правах и свободах по максимуму. Так раньше писали рабов, учет ввели, чтобы все сразу видели, что это раб. У него не прав, ничего нет. Кто такой раб вообще? Нужно разобраться. Вот когда кто-то кому-то раньше должен был, любой должник, если он вот по этому векселю не смог вернуть денежку, определенный долг отдать, то некоторые так и говорили, ну все, ты поступаешь в мое расто, пока не возместишь долги. Слышал я такого? Им что нужно? Ну вот этой элите, которая наверху сидит. Им нужен доступ ко всему, и при этом, чтобы им еще все должны были. И они реализовали такую схему. Через вот эти все бумажки, кредиты, займы, и т.д., и т.п., короче, и вот эти паспорта в том числе. То есть я предполагаю, те, у кого написано в паспортах капслоком большими буквами, они, либо их родственники, либо их предки, когда-либо, где-либо не смогли отдать долги, или обанкротились, или еще как-то. Ну в общем, что-то какой-то за ними должок. И на основании этого они накладывают долг на весь род. Вот там пришел мужик к барину, говорит, я хочу на тебя работать. Ну хорошо, это. А, элита, дай мне займы. Он ему дает займы там 100 рублей, говорит, послезавтра верни. Послезавтра мужик приходит, говорит, у меня нет. А, ну нет, тогда ты и вся твоя семья будешь на меня работать. А чтобы другие тебя не взяли в рабство, я тебе вот такую бумажку под названием «Паспорт выдам» и напишу, что ты именно мне должен. И все. Схема ясна примерно? Да, конечно, да. Ужас. Ужас. И вот примерно так они весь мир превратили в рабов. Все им должны, потому что у всех есть паспорт, все являются холопами, ни одного вольного нету, кроме, кто там у нас без паспорта сквозь границы ездит и без прав водительских. А кто там у нас ездит? Не знаю. Много кто. Много кто. Или заветок вот конкретно. Много кто ходит. И к ним другое отношение. Совершенно другое. Да. Потому что за ними нет долгов. И вот когда вот сейчас народ начинает тестировать вексельное право и отправлять им векселя о том, что они должны, то есть пытаются перевести на них и вот эти и протоколы, и векселя, и кредитные договора, то есть по всячески тестируют. И говорят колоссальные реакции. Максимум, вон Игорь из Москвы говорит, максимум четыре дня у них на ответ по этому, по морскому праву на протест. Я видела. Вот. И когда, почему такая колоссальная реакция? Сразу отвечают. Мгновенно. Потому что для, понимаешь, вот есть два боярина. Ну, допустим, у нас в стране два боярина. Вот реально, я предполагаю, что их очень мало. Вот таких вольных, свободных людей, за которыми нет долгов. Но которые при этом колоссально богаты. То есть им все принадлежит. А принадлежит им на каком основании? Да на основании долгов. Все им должны. И им даже владеть ничем не надо. У них есть на руках какие-то расписки бумаги, векселя о том, что все им должны. Понимаешь? Да. А они на самом деле вольные. И у них нет ничего. Ни документов, ни бумаг. У них есть только вот эти долговые расписки. Что все им должны. И, допустим, они всю страну поделили там пополам. И у одного 50% холопов, а у другого там, ну, допустим, там 40-60, неважно. Ну, короче, какая-то часть. Кто такой холоп? Тот, кто должен. Должники, короче. Холоп, раб, должник. Это одно и то же. И получается, допустим, какой-то из холопов одного боярина предъявляет претензии через вексель другому холопу другого боярина. И пишет вот такой вот вексель, что платить приказу куда-нибудь в администрацию отправляет и напрягает администрацию, что типа сами оплатите и все такое. Как только они это видят, они докладывают наверх о таких обстоятельствах. Это все доходит до боярина, и он просто в шоке. Ни хрена себе холоп решил. Посмел. На меня долги. Это ЧП, это просто мирового масштаба, понимаешь? Он из него решил сделать должника. Реакция мгновенная. Поэтому они все это боятся. Поэтому такая реакция. Целые, понимаешь, целые отделы. Ну, у меня есть информация, я не буду ее разглашать. Не то, что должностных лиц снимают. Целые отделы это расформировывают. Из-за таких вот, иногда бывают кассетисты с тем, что проглядели, недоконтролировали, отправили наверх. И там не то, что одно должностное, там целые отделы под увольнение. Понимаешь, что происходит? Да, да, к сожалению, понимаю. Да не к сожалению. А что к сожалению? Радует? Ну, к счастью понимаю, конечно. Но к сожалению, что это все происходит. А что к сожалению? Как есть, так есть. Что сожалеть? Вот такие дела творятся в мире. И мало кто соображает. Ну, уже, слава богу, начали соображать. Шевелиться. Узнавать что-то. Общаться. Объединяться как-то, что радует. Поэтому везде, где приходишь, нужно говорить и писать. Вот последнее видео про паспорт, там мы разговаривали с человеком. Кирилл, по-моему, зовут. Вот он вычитал, что еще в 29-м году, или в 27-м, я не помню, постановление пленума ЦК СССР вышло. И там прописана эта фраза. Без оборота на меня. То есть, я вам ничего не должен. Уполнена эта фраза, означает, я вам ничего не должен. Я не ваш должник. Эти долги на меня не возвращаются. Поняла, что писала. Поэтому, когда я эту фразу произношу, полнейший тишин. Вот я был вчера и позавчера в так называемом суде, когда я эту фразу произнес. При секретаре. То есть, я показываю эту бумажку под названием паспорт. И говорю, без оборота на меня. Я прям слышал, как выключился звук у Бурлузского в черной манте. Он в курсе, что это такое? И вот именно поэтому они нас всех считают должниками. Ну, как к должнику относятся? Да никак. Ты мне должен, и все, и заткнись. Да. А когда человек встает и говорит, ни хрена подобного, я своей воле на это не давал. Я вольный, свободный, честный, добросовестный. И делаю все по совести. И никогда никого не обманывал. И никогда никому эти, нет, все долги вернул, у кого занимал. И никому ничего не должен. У них возникает коллизия. Отсюда понятие о генеральных распорядителях. Когда ты берешь на себя вот это, говоришь, что я вступаю в должность генерального распорядителя. Это получается, почему, что такое вообще генеральный распорядитель, я не мог понять, почему генеральный распорядитель и какое он отношение имеет даже к фирме. А потом я вспомнил, вот сейчас пошли эти рекламы, реклама, часто начало попадаться вот это банкротство, банкротство. А потом я вспомнил, что при банкротстве там, при ликвидации, при банкротстве там назначается управляющая ликвидация. И получается, генеральный распорядитель это тот, кто отвечает за все долги. Он имеет право решать, что делать с долгами. И когда ты заявляешь, что ты берешь всю ответственность на себя за эту персону, за все эти долги, то по их же канонам они не имеют права что-то там, как-то это, претендовать на эти долги. И соответственно, ты сам на себя берешь всю ответственность за эти долги и сам отвечаешь перед родом, перед творцом, короче, перед всеми. И тогда у них все, у них коллизия начинается Они теряют свои права требовать Только они это все, понимаешь Это вот так получается по логике Но они это все скрывают Никто об этом не говорит ничего Ясно? Ясно А что замолчала? Давай вопросы Слушаю, ты же сказал не таратой, я слушаю Я записываю себе тут шпаргалку О, наконец Ну что записываю, я сейчас видео буду монтировать на эту тему Ну не сейчас, я не знаю, у меня еще 5 или 6 видео в очереди Но информация важная И я вот эти вот мысли у тебя все коплю, коплю То есть определенные выводы делаю И вот такая картинка нарисовывается Что весь мир, вот я вспомни этот Внешний долг США, 17 триллионов А вот перед тем самым сувереном Который всю страну поимел получается И через вот эти бумажки, доллары, акции, векселя и все остальное И по сути владеет этой страной, этой корпорацией Да уж Поэтому все, кто имеет паспорта Даже если у него там прописано с большой, а потом с маленькой буквы Это все равно долговая расписка Да Просто статусом поменьше Немножко должен А вот ты слышал когда-нибудь, как нужно так делать или указать, чтобы они написали именно вот так Например, фамилию, имя, отчество с большой буквы, а остальное с маленькой Народ так и пишет там, когда идет паспорт получает, пишет заявление Согласно таким-то, каким-то нормам Там же 21 нарушение, как минимум, в этой бумаге Да То есть ты видишь, вот паспорт Российской Федерации Абсолютно не соответствует законодательству РФ по оформлению паспорта Как минимум, 21 нарушение Но при этом он полностью соответствует понятию вексель Так что это? Класс, да? Вообще Полностью соответствует Там даже вот мне сегодня мужчина позвонил и сказал Обрати внимание Вот где написано в паспорте место рождения Дальше идет такая-то подчеркивание, красная строчка На поверх которой пишется там, ну, город какой-то или этот обувь Так вот эта строчка, подчеркивание Оно, она, это не просто линия Это маленькие-маленькие такие слова Вот, допустим, где подпись стоит, там тоже линия подчеркивания А я вижу, да, я читаю прям даже ничего себе Стой, стой, стой Линия подчеркивания, а ниже написано личная подпись крупную А вот когда ты вот эту тонкую линию рассмотришь под лупой Или вот у меня есть этот монокуляр такой в глаз вставляется, очень мощный Вот, и там прям написано подпись, 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 подпись Так это, то есть эта линия состоит из букв в ряд В которых можно прочитать там слова Подпись, подпись, подпись Так вот слева, где вот, помнишь, вот эта вот роспись такая непонятная чья Да Закорючка, точнее Так вот там тоже красная линия И в этой линии написана подпись тоже То есть это тоже является подписью Это не просто закорючка, это именно подпись И об этом написано именно вот в этой строке Мелко, но написано Так вот дальше возвращаясь в это, место рождения Вот если прочитать место рождения и вот эту строчку, линию То там написано паспорт Место рождения, получается, паспорта Ничего себе Паспорт родился А еще этот признак, что это вексель Вот машино-письменный, машино-читаемый код Внизу вот это, на заламинированной, под фотографией там обычно пишут Такие типа стрелочки направо А в самом начале написано у большинства Две больших буквы английских П, Н Если ввести в любой переводчик вот эти две буквы П, Н, то перевод получишь Долговая расписка Там где печать? Нет, где заламинированная страница Внизу, под фотографией Машинописанный текст Есть у тебя там первые буквы П, Н, английский Нет, у меня нет А что там у тебя, белая полоса просто? Просто, да А, ну А вот если новый получишь паспорт Или образцы у людей, поспрашивай, посмотри Вот Многие, у большинства сейчас выдают Они именно с машинописанным текстом И первые буквы идут П, Н Чего молчишь? Записываю все, все записала На что внимание очень Короче, свой паспорт оставлю Не отдам Свой паспорт и не отдам Когда буду менять Вообще, наверное, не буду менять Так вот, зачем они К чему я это все ввел? Ты, у тебя вопрос Зачем От ребенка Даже при составлении контрольной работы Требуют паспорт Они должника из него хотят сделать Да Им строят У них, понимаешь Это Ключевой момент Вот этой всей финансовой системы Которую они выстроили Вот этот весь капитализм От слова капитал Так вот капитал Не терпит уменьшения Ему всегда нужен рост Почему у них Этимол-то Вот эта пирамида Им все больше И больше И больше И больше Нужно должников Они даже Новорожденным уже Хотят Нилсы выдавать И регистрируют И автоматически Регистрировать их На госуслугах Да А потом что будут Каждый сперматозоид Регистрировать А как это сделать Будут чипы встраивать Будешь ходить Не с двумя А с тремя Между ног Понимаешь Два натуральных А третий считает И индикационные номера Выдает Я надеюсь Мы не доживем До этого времени Не дойдем вернее Откуда Я надеюсь По некоторой информации Мы уже так живем Не читала новость Илон Маск Ну в курсе Да Миллиардер Да Предложил Вакцину Встраивать Жидкие чипы Я что-то давно Это уже слышала Ну вот Ой Почему они Всех хотят Так вот у нас Сегодня Беда на работе Я тоже Это просто До слез До истерик У всех Я вон Коротками Вся покрылась Я все чешусь Ну прям Прям капельницы Сейчас сделаю Потому что у меня На нервной почве Но вплоть до увольнения Прям Или ты увольняешься Или ты ставишь Прививку У нас сегодня Столпотворение У нас сегодня Всех вахтовиков Так и И как стадо баранов Я не заставляю Я не заставляю Я тебе говорю Что тебе надо Ее поставить Класс Да? Я просто У меня С глаз Задергался Я говорю Вы серьезно? Это мне начальник Так сказал Ну она Она добровольно Сказала Я тебе не заставляю Да Да Просто тебе ее надо Поставить Класс Да? Не Она смотри Как имела ввиду Типа Я сама себя Не заставляю Я добровольно Тебе говорю Поставь Да Вот это просто Такое давление идет На людей Это просто ужас А вот смотри Пока это все На бумажках Ты можешь Отказаться Ты можешь Не брать Не получать Ты можешь Жить альтернативно Но когда Вот это Начинает Вживлять А это Вживление А почему Температура Там поднимается И все остальное Вот эта вся фигня Она встраивается В ДНК Да И это ДНК Распространяется На весь твой род Это ты Вот если ты принял Вот эту штуку То ты По сути Все свое потомство Записал В должники Ну я так предполагаю Ой это очень страстная вещь Потому что у меня родители Смотрят телевизор И у меня И мама И папа Уже поставил прививку Мама В очереди стоит Представляешь Поэтому Это вообще больная тема Для меня И никакие мои уговоры Никакие мои там Доводы Не сделали Своё дело И Не отвели их От этой Вакцины Пошли А вот теперь Представь будущее Страшно представить Антон Страшно просто Поэтому я говорю Эту тему Я даже не хотела Её касаться Потому что Я одна В поле воин И для них Сейчас загадка Почему я сейчас Встала В позу И не получаю Паспорт Ребёнку Я максимально Не хотела Вообще получать Они говорят Ты чё совсем Как уже он будет Жить Он же гражданин То есть там броня Там просто Вот тёмный лес К сожалению Вот это мои родители Как бы не хочется Про них что-то говорить Но там Просто тёмный лес И поэтому Получить поддержки Или какой-то подсказки Как от взрослых людей Там просто бесполезно Вот И такие истории Бывают Что я один Смотри По телевизору Выступал один мужчина И он произнёс Определённую фразу Вот тоже говорили Про это дело И вот спрашивают А зачем вообще Это всё Он говорит Ну вы Вы представьте Говорит Преимущество от этого Мы говорит Уже можем так сделать Что Вот от этого У людей Начнётся там Какие-то Сверхспособности Я видела Видела, да? Да, да Видела Вот Послушай Я тебе перевожу Что он говорил Он говорит Не просто Сверхспособности А допустим Вы говорите Можете английский язык Там за неделю Выучите Или ещё что-то там Ну короче Вы из этого У вас появятся Сверхспособности Что он имел ввиду Перевожу Есть такое понятие Называется Авторское право И оно Оно неоспоримо никем И оно намного выше Чем любые законы И т.д. и т.п. Когда ты Заявляешь авторские права На что-то То ты имеешь Право На всё Что было создано Ну допустим Ты там Создала Какой-то Уникальный Сплав металла Назвала его Зарегистрировала Авторские права Есть Всё Потом ты этот металл Выпускаешь на рынок И вот Многие На основании этого металла Начинают что-то делать Туда-сюда Короче И естественно По авторскому праву Начинают отчислять какую-то денежку Процентик Вот А Здесь примерно такая же схема Они это всё регистрируют Вот это всё ДНК Вот эти сверхспособности Которые возникают От этого ДНК А потом Лет так через 20 Или 40 Они возьмут И скажут Всё что было создано Используя вот это ДНК И Сверхспособности Принадлежит нам Отчисляйте пеню Пожизненно Ну да Или отключим вас От ваших возможностей А как можно отключить человека У которого в ДНК это встроено Или тюрьма Или наказание Вот отсюда Вот сюда Очень хорошо встраивается теория Про Многочисленные тюрьмы Колонии Пластиковые гробы И т.д. и т.п. Либо ты раб Либо вон туда Понимаешь Сейчас есть выбор Вот я не работаю 13 лет Я не хочу работать на систему Я тружусь постоянно У меня Я за эти 13 лет очень мало отдыхал Особенно за последние 3 года У меня есть выбор Работать на систему А что такое работать на систему Ну вот допустим Возьмем любого полицейского Он получает там тысячу Не знаю Ну там 50 допустим 80 И не знаю Может 40 Не важно Коммуналка у него там приходит 5-7 тысяч Он это все Причем коммуналка такая Ну как мы вот Уже выяснили Что там Протоколов общественного собрания нет Просто кто-то что-то это нарисовал И они на основании этого Со всех собирают мзду А ни суды, ни прокуратура Никто этого ничего Ну они видят Но не признают и все Нет все законно И получается они вот это мзду Полицейский Который работает на систему Он получается там Получил какую-то часть денег большую Часть отдал системе Ну вот этот процент Мзда А остальное использует там Во благо себя и семьи Но опять же От всей этой суммы Ему там Свободных денег остается Ну не знаю там Процентов 20 наверное Потому что все остальное Это налоги Коммуналка Еда и т.д. и т.п. То есть свободных денег Очень мало Но зато У него там есть доступ к власти То есть у него есть там Полномочия И есть это определенный статус И все такое И есть денежка Вот А если он уволится То ему нужно самому И ему думать самое главное Не надо Где взять Что взять Главное исполнять приказы Все А если он уволится То у него Опять же Вот эта все Оплата всего останется Дохода нет Думать самому надо Ну короче Куча проблем возникает Но все равно Есть выбор Ты можешь работать Либо не работать на системе А когда вот это будет То о чем я говорил Встроенная ДНК И это Сверхспособности Да они будут Но зато У тебя не будет выбора Ты будешь обязан Работать на системе Либо вот этот Концлагерь Должник Вот про такие чиперы Говорили Почему они Это фильм вышел Не помню 2003 или 2005 год Хозяева денег Называется Или дух Дух времени Вот В конце там Один говорит А куда К чему мы двигаемся Вы двигаетесь Какая конечная цель А он говорит Конечная цель Для того Чтобы всем Живить чип И все будет На этом чипе И мы будем Все контролировать В любой момент Можем выключить А если выключить чип Все Человек становится Хуже животного Птица может Летать Кошка может Ходить везде Мимо рамок Там Еду себя Добывать в лесу А человек Ничего не сможет Ни пройти Ни выйти Ни проехать Ни передвигаться Ничего Нигде Ничего Никто не пустит Более того Его задержат Как нарушителя А почему Они так открыто Об этом говорили Еще тогда Сколько лет Прошло уже Но они должны Сказать Должны то должны Но они же Хитро это сказали Они сказали Именно про чип А то что А в каком виде Этот чип будет Они не сказали Да Он же ему Аккуратно говорил А тот сам себе Надумал Что это будет Именно вот такой Микрочип Который Ну видно глазами А вот и люди Не верят И думают Это фантастика Этого быть не может А на самом деле Все это может Только Какая фантастика Вон Илон Маск Говорит Надо Говорит Этот Жидкий чип Внедрить Но в 2003 Это была вообще Круглая фантастика Никто даже Не мог подумать Об этом Извини меня 20 лет назад Никто не мог подумать Что мы с тобой Будем разговаривать По каким-то устройствам Которые Ну да В сто раз круче Чем любой спутник Ну такие дела Да уж Поэтому я Делаю Все возможное Чтобы это Чтобы мы жили Чтобы у всех Был выбор Чтобы каждый Мог сам за себя решить Да Это самое главное Выбор всегда есть Есть Да есть Но когда ты Сделаешь определенный Как тебе сказать Я хочу Чтобы выбор Именно был всегда А не так Что ты выбрал Вот это Не получать Отказался И тебя Система Все Однозначно Да Выбор без выбора Да Я не хочу Чтобы был выбор Без выбора Я хочу Чтобы выбор Был всегда Везде И во всем Да Я стараюсь Не только ради себя Мне будет тяжко Даже если я вот смогу Сам себе оставить Такой выбор Мне будет тяжко Жить в будущем Если вокруг меня Будут сплошные Конечно Вот такие работы Понимаешь Да Понимаю Вопросы? Да все Надо переварить Вопрос можно? Ну как Рабочий Да Давай Ну у нас тоже хватает Ужасов Ну то же самое При входе Взвешивают И лбом Прикладывают К какому-то Планшету Чтобы измерить Температуру И правильное Надевание маски Слушай Нет Ну у нас знаешь Стоит Монитор Подключенный К компьютеру И тебе автоматически Проверяют Что ты в маске Что ты не в маске И меряют температуру Это да И оно автоматически Уходит на сервер Куда-то А по поводу Там что-то Что-то прикладывают Нет Ну тетенька С градусником Стоит Тоже меряет Два раза в день У нас приходят Мерять температуру Ужас конечно Вот у нас так А чем меряют Лазером? Ну нет Он знаешь Такой электронный Как бы Ну как пистолет С синей ручкой Как бы Я вижу Что они Я купила свой Я тоже Как и ты Хожу со своим Градусником И если Меня совсем Скручивают И говорят Без температуры Никак Я его достаю А если можно То я говорю Я Спасибо что вы мне Предложили Я не меряю температуру И прохожу Сегодня была у врача И уже Они даже Ко мне Не пристают Я говорю Спасибо что вы Мне предложили Я не меряю температуру И пошла Вот так Вот пикает Электронный Градусник Он не просто Электронный У него Встроен лазер Который имеет Излучение Вредное И для глаз И для кожи Такой же лазер Может элементарно Он может Не только измерить Температуру Он может элементарно Скрытную метку Нанести Да-да-да Я тоже слышала Ну я знаю Почему сейчас Пока спокойно Потому что Как только Все это началось Это было Год назад У нас Эти градусники Как бы закупили А потом Когда я уже Услышала О том Что вот эти Все лазери То есть Мы не закупали Нового ничего Поэтому я Строго за этим Слежу Поэтому пока Я разрешаю Им мерить на руку Этим Хотя понимаю Что этого тоже делать Не нужно Ну Не нужно И нельзя Это делать Да Я знаю Какой градусник Купила Градусник Ну тоже Ртутного Нет Вообще В Сургуте Я ртутного Не нашла К сожалению У меня Не осталось С моих времен Я купила себе Обычный Как бы Ну тоже Электронный Самый такой Простой Недорогой Электронный Градусник Почитай Сертификацию На него И почитай Безопасную Длину волны Для глаз Ну ладно Почитаю Не додумалась Изучить Почитать Кинула Чтобы свой Носить всегда Ну ты шикарное решение Придумала Конечно Вот я У меня решение Вот у меня в сумке Всегда с собой Вот этот Он не ртутный Он этот Как он Спиртовой Градусник А да Да Спиртовой Градусник Купи Ну по-любому Ездит Объедь Сейчас Зачем Ты купила Точно такую же Вот эту Стрелялку Угу Совершенно Не понимая Какая у него Длины волны Этого Луча Все записала Сейчас Закажу Чтобы точно Все Нашлось Слушай Сургуте Очень много И очень хорошо Развита Все сети Аптек Есть специализированные Аптеки Там Ну вот На Держинского Одна На УБР Одна Ну и еще Где-то много Короче Там все 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 Есть Ну все Есть Ты взяла Электронный Купил Ну видишь Я не могу Все изучить Ладно Хорошо Что подсказал Угу Спасибо Что еще Какие вопросы Какие еще Вопросы Да нет Я думаю Что я сейчас Все что я записала Я еще сейчас Все это подумаю Посмотрю Распечатала Все Приказы Которые По этим По Паспортам Изучу еще То что Ты мне на что Сказала Распечатала Форму 1П Посмотрю Как ее еще Заполнять Поэтому Информация у меня Есть Для размышления Так что Я тебя благодарю За разговор Я думаю Что мне будет Достаточно Ну а Когда С тебя Что-то требуют Там В школе Или еще Где-то Основания Назовите Нормативный Правой акт На основании Которого Вы действуете Если они тебе Покажут приказ Или внутреннюю Инструкцию Нас Это не касается Оно должно Быть зарегистрировано В менюте Только тогда Вы можете Требовать Исполнение От всех граждан Так называемых Ну да Я так им и говорю Поэтому они мне Сказать ничего не могут Только на словах А если прям Сильно будут настаивать В письменном виде Пожалуйста И послушай Вот Тоже Женщина Звонила мне И рассказывала Как она отстояла Своего ребенка В школе Когда там требовали Какую-то справку А какой-то там Это Ну не помню Что-то тоже Вот с этим Баранобесием Связано Вот Она отстояла Там что-то написано Спасение детей Видео называется На канале Посмотрю На канале Сургоднадзор Вот посмотри Два видео Все? Да Все Антон Ну вот Видишь Как у тебя Пулемет Быстро остановился Потому что Есть о чем подумать Ну да Главное Дозированное Чтобы все Хорошо легло На полочке В голове И чтобы потом Все это применилось Потому что Когда слишком много Тогда нащи кашу Забываешь И все Мимо Вот так Мне все пока это Понятно Так что Спасибо еще раз И посмотри Видео Называется Ясно-понятно У тебя? Угу Хорошо Потому что Ты слишком часто Используешь слово Понятно Не осознавай Смысл этого слова Поняла Хорошо Я же не сказала Понятно Поняла Без разницы Да Я использую Ты не заметила Какое слово Я использую Нет Напомни Ясно Так ясно А я говорю Понятно Да Вот посмотри Видео Все станет Посмотрю Я поняла Хорошо Посмотрю Добро Ну ладно Еще раз спасибо Благодарство Давай Пока Всего хорошего Субтитры сделал DimaTorzok